всем привет еще одна новенькая фишечка такая для зебрашечкой что можно делать в этой программке очень интересная кстати нашел ее давно уже никак не выкладывал ролик поехали изучать есть вот у нас такая модель как можно ее разбить допустим на детали на части на кирпичи да на что угодно вот такая есть возможность наша модель все включили мы нажали edit все мы полимеш не жмем жмем полимеш 3d вот эту звездочку вот она появилась что делаем дальше теперь заходим в тул и выбираем куб вот куб у нас теперь включаем поле f сетку выравниваю shift левая кнопка мыши и теперь делаем make полимеш вот поменялся свет у нас у куба дальше еще интересней поехали заходим в вкладку surface нажимаем noise вот это вот смотреть noise высвечивается вот такое окошко у нас и жмем noise plug кнопка вот эта большая вот такая еще у нас высвечивается вещь жмем brick и жмем ok пока не отвлекаемся на настройки не на что жмем ok вот вы видите что наш noise это вот вроде как кирпичи но их плохо видно и давайте теперь уменьшим стрэнг они не стрэнг а микс basic noise вот этот уберем вот жмем опять edit так вот это уменьшаем так вот это уменьшаем и так вот это уменьшаем и mix basic noise тоже на 0 вот так где то ставим вот видите он виднее стал жмем давайте опять edit и настроим наши кирпичи жмем жмем в первой вкладке ставим пять ноль пять и во второй ставим тридцать пять вот у нас теперь в в в в в в в полностью подгоняет кирпич много ставить не надо ну 12 поставим вот у нас получилось 500 на 350 жмем enable и вот здесь вот можно регулировать вот кромку нашего разреза вот он становится вот такой можно овальным сделать можно ну тоже много не ставьте радиус так где то поставим приблизительно так смотрите запоминайте жмем ок все теперь жмем здесь ок вот так у нас получилось следом что мы делаем мы заходим в геометри и добавляем отключаем смт вот эту клавишу если не убрать вот он начинает его сглаживать нам это не надо давайте отключим смт и жмем дивайдов ну штук 6 вот 6 мы поставили вот так все у нас выглядит и жмем дел ловы удаляем наши дивайды полностью что теперь у нас получается заходим назад surface и жмем mask be noise вот эту клавишу все нажимаем вот потемнело выделились полигруппы давайте отключим сетку это вот в верхнем углу белым написано граф полифрейм отключается shift плюс кнопка F ну вот можно на нее клавиши нажать вот вот так у нас получилось следом никаких движений не делаем делаем только одну control W все назначили полигруппы вот у нас что получилось следом проделаем еще одну операцию вот вот смотрите вот у нас вот так вот все это отключается меняется полигруппы назначены и заходим с вами теперь давайте зайдем в деформацию нажимаем polish by groups чтобы сгладить вот эти вот наши полигруппы переходы одну вторую давайте мы ее чуть-чуть так до 44 кинем все вот мы сгладили ну вот у нас по-прежнему куб нам теперь нужно сделать выделение shift левая кнопка мыши выравниваем и ctrl shift вот так вот сетку выделяем бросаем все вот у нас исчезло но задняя стенка у нас есть нажимаем ctrl shift сейчас так вот эту нам надо убрать нажимаем ctrl shift и alt и ее долой вот осталась у нас одна вот такая вот стенка давайте теперь зайдем в деформацию а не в геометре нажмем modifit apology и нажмем del hidden hidden все мы скрыли все что было сзади удалено выделено все мы это скрыли удалили следом идем sub тулы и надо теперь нам вот это все разделить заходим сплит так сплит да так заходим сплит и жмем crop сплит она у нас разбивает наши два саптула и становятся они отдельными вот так это все выглядит верхней тоже можно использовать потом для разных работ дел но давайте теперь с сеткой вот этой разберемся зайдем теперь давайте в геометре и зайдем edge loops и вот его параметры давайте вот это polish уберем до 0 bevel уберем до 0 и elevation вот этот поставим 0 все тут оставляем как все есть можно вот эту прибавить вот где-то 0 0,39 сотых 0,03 так и жмем панель loop вот толщина изменилась сетки и теперь следом тут же ниже жмем size и вот это по оси z вот такую вытягиваем вот так у нас красивенько получилось теперь что самое интересное происходит мы теперь включаем нашу модель вот она здесь находится или можно append здесь ну вот не забито тут все есть вот соединилась у нас модель со всеми саптулами и теперь что мы делаем мы теперь добавляем вот эту нашу сетку вот она вот она у нас появилась делаем теперь этой сетки дубликат сделали отключим одну сетку она нам потом пригодится вот вот так она у нас установилась и мы теперь давайте подгоним как бы мы хотели разрезать все происходит клавишами move и scale scale у нас увеличивает размер сетки move у нас ее регулирует вот так где-то как можно еще изменить сетку это выделение выделяем допустим вот так и выделяем мы допустим так перескочила ничего поправим и выделяем сетку вот так вот и вот эту вот можно уже потихоньку двигать вот ее можно опустить ниже можно поднять выше в общем разберетесь нам это делать не надо можно так же если модель большая опять же через move и сделать ее дубляж это жмем так shift нет жмем control и отводим в бок вот можно если модель большая вот так ее стыковать растягивать не советую результат будет хуже просто ну больше вытягиваете клонируете все это есть теперь что нам нужно нам теперь нужно сделать дайна мэш вот этой сетки не подводя ее к модели просто мы делаем дайна мэш это это в геометрии вот жмем дайна мэш ставим сетку где-то 400 чтоб она была четкая не размывалась и отключаем project и жмем дайна мэш вот вот процесс у нас сейчас пройдет ее переделает вот все у нас прогналось теперь мы ставим вот так вот боком эту модель жмем move и вытягиваем ее на модель так вот так мы выставляем так вот чтоб сзади тоже края были хорошо видны вот так вот вот все модель установлена смотрим так давайте еще сайзом немножко немножко увеличим вот так вот пойдет все модель мы перекрыли вот так она будет делиться кстати если вы будете делать модель это я быстро показываю следите чтобы там резко шла там выше глаз чтобы как то квадраты попадали там посереду носа там чтобы красиво все это было теперь что мы делаем теперь мы заходим ставим вот здесь вот на сетке вот эту клавишу минусоваться будет эта полигруппа из этой полигруппы и переходим включим эту полигруппу это обязательно должна быть под низом вот под той моделью из которой будет высчитаться ни сверху там нигде именно под низом и давайте теперь зайдем в мерч мерч и нажмем мерч даун оп все вот у нас объединилась эта вещь и давайте теперь зайдем в геометрии и нажмем дай на мышь вот как тут есть без project опять же project отключаем ну можно чуть прибавить резолюции ну 300 200 так вот поставить и нажимаем дай на мышь все пошла операция у нас вот разрезала у нас модель вот так вот здесь вот часть вот отрезала нехорошо но для объяснения пойдет вот такие у нас кирпичики получаются вот тут у нас разрезала там разрезала для чего мы делали дубликат этой сетки вот мы его теперь включаем вот у нас вот так он попал давайте с помощью мов подгоним эту сетку под сетку которая у нас уже надрезана вот так вот теперь давайте все это правильно подведем опять же с помощью мов вот так и заведем вот ну вроде попали вниз не очень давайте увеличим все это дело вот так и опять подкорректируем так вот поставим и главное попасть вот этот низ все вроде состыковали смотрим проверяем вроде все нормально тут смотрим вроде хорошо так что там еще вот так ага и давайте еще немножко прибавим в размере вот так и опять мов и чуть-чуть вот так вот вот теперь наверное точно попали что мы теперь делаем заходим так вот так мы поставим к боку чуть-чуть уменьшим чуть-чуть уменьшим и вот так вот я вам поверну и теперь заходим в деформацию и жмем ротацию по Y а Z отключаем вот так мы ее оп переворачиваем все вот что теперь будет резко теперь сбоку давайте повторим операцию заей